Свою детскую площадку жители первого дома по улице Зелёной Аллеи ждали со дня заселения. Всё это время людям приходилось ходить в соседний двор ко второму корпусу. И вот чуть больше месяца назад началось строительство игровой зоны. Несмотря на некоторые недоделки, здесь пока отсутствует прорезиненное покрытие и ограждение, строительные ленты были убраны и сюда пошли первые юные посетители. Трёхлетняя Лера одна из них. Под контролем мамы она осваивает новые качели. Качели понравились тебе? Да, понравились. А горочки понравились? Да. Молодец. Здесь всё время закрыто было, ремонтные работы велись. А сегодня увидели, здесь вход свободный, поэтому решили попробовать. Площадка разделена на три сектора. Здесь установили игровые комплексы для самых маленьких, для детей постарше. Нашлось место и для спортивной зоны. Последнюю в будущем планируют разнообразить. Пока тут поставили только столы для игры в настольный теннис. Все игровые элементы выполнены из прочных и безопасных материалов, красивые на вид и имеют широкий функционал. Но не только современными разнообразными горками и качелями славится эта детская площадка. Здесь установили развивающие игры, а также элементы для развития творческого потенциала ребёнка. Например, вот такие барабаны. Площадка нравится. Мы долго ждали, пока нам сделают площадку. Мы здесь вот в первом доме живём. И ходили постоянно к другим домам на другие площадки. А здесь прям сделали лучше даже, чем у соседей. Для того, чтобы игровой зоной могли пользоваться и подростки, здесь поставили лавки, где ребята смогут проводить свободное от учёбы время. Недалеко от дома, на свежем воздухе, в родном дворе, в безопасности. Мне нравится. После школы можно сюда прийти погулять с девочками-мальчиками, с одноклассниками. На строительстве детской площадки благоустройство не заканчивается. Возле пруда асфальтировали пешеходную дорожку. В будущем здесь должны установить лавки и провести озеленение. И тогда зона станет отличным местом отдыха для жителей зелёных аллей. Юлия Погосян, Ольга Сановская, Винное ТВ.